Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери, и сегодня мы с вами направляемся в супермаркет, делаем закупки на неделю. Это будут не только продукты, но и другие какие-то вещи, например, текстиль, нам нужны подушки, мы хотим купить две мягенькие, пушистые, пушистые подушки. Также нам нужно купить фильтр и посмотрим, что понравится, не понравится. Может быть, еще одну сумочку себе прикуплю в прошлый раз, в прошлом видео, я оставлю вам ссылочку внизу, вы можете перейти и посмотреть прошлое видео. В этот раз очень много покупок, наверное, не будет, но опять же, плюс-минус, посмотрим уже в магазине, а мы уже двигаемся, так что погнали! Какая красивая сумочка, какая приятная на ощупь, вообще нечто. Вот так вот носить, прям самое то, мини-сон. Такой вот мизок. Хотела матовую тарелку, нету, но есть вот такая вот прелесть, но она тоже белая и не матовая. Почему вся посуда белая? Я хочу темное что-то, а нету. Набор, который не сломается для ребенка, очень крутой и стоит всего по скидке 9 монат. Цена, к сожалению, не указана, но, наверное, где-то около 3 монат. Очень крутой стакан, разные цвета есть, вот. А еще вот такой вот матовый с оленем. Очень, мне кажется, дорого смотрится, круто. Тоже цены нету, к сожалению. Хотела новый коврик для мукбанков, а нету, все какие-то дурацкие. Когда я выбираю посуду, это прежде всего для мукбанка. Уже купила себе сумочку. Что мне нравится в Миннесоне, кто до тебя не докапывается. Снимаешь, всем посрать. Это очень круто на самом деле. Какие красивые подставки под свечи. Прелесть. 10 монат стоит, а маленькие 3.30. Но тоже очень красиво. Смотрите, прелесть. Наподобие того, что мне дарила подписчица. Просто упаковка немножко другая и фирма другая. Смотрите, сколько кукурузы. Так, мы уже дома. Точнее, уже следующий день. Я вам хочу в первую очередь показать сумки. Посмотрите, какая прелесть. Здесь потайной такой замок. Лежат бумажки. Сумка кажется маленькой на самом деле, но сюда помещается телефон, кошелек, все, что нужно. Вот такой вот объемчик. Смотрится обалденно. А самое главное, это цена. Она стоила всего 10 монат. Причем очень хорошее качество, ровные швы. Просто обалденный фасон. Я одену на себя и тоже покажу на себе. Здесь цена не указана. Ну, в общем, мне очень нравятся сумки из мини-со. Хорошего качества, классные фасончики. И самое главное, очень недорого, а служит просто вечность. Я вам в прошлом видео. В прошлом видео я оставлю внизу. Ссылочка будет, если хотите. Перейдите, посмотрите его тоже. Там тоже я купила две сумки, которые ношу с удовольствием. Рюкзак вообще вечность ношу уже сколько лет. И ничего с ней не происходит. Обалденные сумки. Просто прелесть. И вторая. Это вот такая. Вот я сначала подумала, что это поясная. Оказывается, это через плечо. У меня такой не был. Но сейчас это очень актуально. Она очень-очень приятная на ощупь. Это просто прелесть. Эта сумка 10, эта 12. Или 12,5. Вот что-то в районе этого. В общем, здесь вот такая вот штука, которая крепится очень-очень туго. Очень сложно ее открыть. Но мне кажется, она дальше уже сработается. Единственный минус. Я не заметила. Оказывается, здесь вот такое вот маленькое пятнышко. Я думаю, что это не будет заметно. Цвета были разные. Я вам показала. Там была красная такая, была черная. Конечно, лучше было бы взять черную. Потому что черный цвет он универсален. Можно носить с чем угодно. Но проблема в том, что это желтый цвет смотрелся богаче всего. И давайте еще покажу на себе первый вариант. Он выглядит вот так вот. Вот, кстати, вот с такого ракурса цвет передается более реалистично. Сумка черная. Почему-то на прошлом видео она казалась серой. Вот так вот она у меня. Мне кажется, очень классно. Можно ремешочек регулировать. Он был почему-то очень короткий. Но мне кажется, вот так вот это неудобно. Поэтому пусть висит вот так вот. Просто красота. Довольно как слон. Тем более за такую цену. Но, девчонки, если вам нужно, тоже идите, покупайте. Потому что очень дешево и очень качественно. Вторая сумка носится вот так. Вот здесь есть небольшой поролон. Который сейчас пора бы выбросить. Вот так вот. Я давно хотела такую сумку. Потому что многих видел. Но я хотела именно без торчащих ниток. Без всего этого. Чтобы была качественная, красивая, приятная на ощупь. Я нашла такую и по супербюджетной стоимости. Вот. Тоже находка. Красная, черная. Кто хочет, покупайте. Ничуть не рекламу. Купила за свои кровно заработанные деньги. Просто полезная информация. Чисто для вас. Я думаю, что вы тоже захотите себе такую. Понятное дело, что я это все носить не буду с этим прикидом. Я понимаю, что это не сочетается. Я просто показала на себе. Так что, хейтеры, успокойтесь. Не надо ничего печатать и писать. Что Айка? Что за брюки? Что за кофта? Это не сочетается. Я просто в домашнем виде решила вам показать эту красоту. Налюбоваться просто не могу. Я сначала купила черную. Решила желтую не брать. Потому что лето уже, в принципе, заканчивается. Карантин. Мы постоянно сидим дома. Я прям недавно себе купила две сумки. Зачем мне четыре сумки? Куда я их буду выгуливать? Но потом решила все-таки взять. Вдруг потом не останется. Вот столько всего интересного мы накупили. Сейчас подробно покажу и расскажу про цены. Что, где, как купили. Итак, первое, что мы взяли. Мы решили обновить наш фильтр. Мы взяли от Барьер. Стоил он 19 монат по скидке в Браво. Там также была акция. За 38 можно было купить два фильтра. Но мы подумали, зачем нам два. Нам всего один нужен. Хотя дешевле обходилось брать два. Дальше здесь вот такой вот Майя Сабу. Ну, он стоил что-то в районе трех монат. Точнее, я вам цены буду внизу указывать обязательно. Раньше мы, кстати, покупали в маленьких объемах. Но это безумно экономично. Получается, что мы по цене одного маленького ферри покупаем вот такую вот бадью. И пользуемся 2-3 месяца. Нам хватает. Еще плюс мама хочет поехать в деревню. Вот там тоже очень актуально все мыть, перемывать, так скажем. Дальше у нас, конечно же, мои любимые. Мои любимые маслины. Как же без них? Я всегда беру без косточек. Иногда путаю и беру с косточкой. Очень не люблю целый час потом эти выплевывать косточки. Тем более на мукванке это смотрится очень неэстетично, так скажем. Поэтому иногда путаю. Но здесь написано Тун Суз, Карадзей Тун. То есть это без косточек. И слава богу. Дальше здесь у нас томатная паста. Это мамочка взяла. В прошлый раз взяли очень маленькую, надо бы побольше. Вот. Здесь у нас 2 вида макарон. Я однажды в мукванке говорила вам, что не советую покупать супер дешевые макароны для людей без опыта, как я. Однажды купила по акции просто 3 упаковки. Макарон были соединены скотчем. И продавались по цене одной упаковки. И я взяла аж 3 такие. Получилось у меня 9 упаковок макарон. Но просто пришлось выкинуть, потому что они склеивались, выглядели просто ужасно. И невкусно, естественно. Поэтому взяли вот такими, вот как пружинки. И самые обычные классические макароны. В прошлом, кстати, видео, я вам ссылочку оставлю внизу на 2 предыдущих видео, мы купили салфетки для кухни. А я почему-то перепутала и сказала туалетная бумага. Также здесь тархон, понятное дело, для бабушки. Она у нас очень любит, стоит всего 40 копеек. Вот такая вот. Не беру большую, могу объяснить, потому что большая она не выпивается сразу. Бабушка сразу не может выпить целую бутылку. А когда она остается, газ, он рассеивается. И получается не очень вкусно, так скажем, да. Дальше мы купили вот такие вот салфеточки. Но мы это купили не в Браво. Рядом с нашим домом есть магазин, где все стоит 90 копеек. Вот там как раз таки и взяли. Очень бюджетно получается. Все, что есть в этом магазине, представляете, стоит 90 копеек. То есть где-то ориентировочно 35 рублей. И там очень много всего. Поэтому мы туда частенько заглядываем. Дальше здесь влажные салфетки. Была акция, одну покупаешь, другая в подарок. Взяли, конечно же, потому что влажные салфетки у нас идут просто на ура. Вот. Дальше у нас здесь хлеб черный, ржаной. Я очень люблю черный хлеб. Всякие бутерброды делать. Хотя мама дома печет хлеб, все равно я люблю брать именно черный. Дальше у нас сезон закатки. Поэтому взяли вот такие вот крышечки. Кстати, их тоже взяли в магазине, где все стоит 90 копеек. То есть за 35 рублей нам вот столько вот крышек перепало, так скажем. Как вы видите, здесь, видимо, отрезали. Потому что на эту сумму только вот столько. Дальше была акция в Браво на Пималюкс. Естественно, мы взяли. Все, что касается акций, я сразу бегу-беру, если даже и не надо. Потому что потом все равно купишь по полной стоимости. Это такие вещи, которые не портятся. Дальше семечки для бабушки. Бабушка обожает сидеть и просто грызть семечки. Две упаковки Барни. Это я купила для Мукбанка. Хочу сразу за раз съесть оба. Сколько здесь штук? А, пять штук. Да, вот пять штук. Отлично. Десять Барни за раз. Было бы очень интересно. И хоть какое-то разнообразие для моих Мукбанков. Обожаю, ребята. Это что-то вроде сахара. Я пью чай с этими конфетками, так скажем. Они очень вкусные. Вот так вот упаковочка выглядит. Стоит тоже недорого. Обязательно попробуйте. Видите, это находка просто. Однажды бабушка купила такие, и я просто подсела. Обалденно. Ногул, да, назвать? Нанели Ногул. Я не знаю, как по-русски. Есть ли в России? В России никогда не видела. Если есть, напишите, пожалуйста. Дальше здесь уже идёт азербайджанское производство. Такие вот печеньки. Это взяла мамочка для себя. Дальше это дрожжи. Сухие активированные дрожжи. Это мамочка там выпечку и все дела делает. Купила две упаковки вот таких вот ватных дисков. Каждый раз, когда смываю макияж, конечно же, как минимум три штуки у меня уходят. Поэтому это тоже средство, которое не испортится, так скажем. Купила, положила. Я вообще люблю, вот, например, туалетная бумага, какие-то женские вещи, не знаю, вот ватные диски, ушные палочки. Люблю купить, положить и не запариваться по тому поводу, что их нет. Не бегать по сто раз в магазин. Дальше вот такой вот освежитель воздуха. Один с лимоном, а другой с лаймом, да, по-моему. Нет, с крейпфрутом. Извиняюсь, с крейпфрутом. Дальше у нас здесь лавашик большой взяли, потому что я иногда делаю шаурму в домашних условиях. Курочка-гриль, с которой я буду снимать для вас мукбанг. Килограмм стоит 7 манат. Дальше у нас здесь кукурузы три штуки, одна мне, маме и бабушке, так скажем. Взяли тоже в Браво. Одна штука стоила 35 копеек. Вот. Дальше здесь у нас шампиньоны. Будем готовить жульен. Спортивные печенья. Бабушка кушает. Фасоль белая и чёрная. Тоже брали в Браво. Очень удобная упаковка, вот так вот открывается легко. Я помню, в нашем детстве мы просто запаривались с этими консервами. Не было такой упаковки, нужно было такой открывалкой вокруг вот так вот проходиться. Это было нудно, долго и скучно. Дальше ариэль для цветного. В прошлый раз мы покупали, но не для цветного. В этот раз специально для цветного взяли. Здесь огурчики маленькие. Их просто, знаете, покупают все. Я заметила. Я постояла у прилавка с огурчиками буквально 3-4 минуты. И каждый третий просто брал эту упаковку. Вот так вот. Дальше здесь нежный и лёгкий йогурт. Я люблю йогурты. И две мои сумки, которые я вам уже показала. И это были все мои покупочки в этот раз. Наши точнее. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях. Каждый раз, когда Айка будет идти за покупками, обязательно буду снимать для вас подобные видео. А предыдущие два видео будут в инфобоксе. Можете перейти и посмотреть их тоже. Всем желаю удачного дня. Всех люблю, целую. Обязательно подписывайтесь. Всем пока.